Вынашивание ребенка – это волшебный период в жизни каждой женщины. Но каждая мама переживает его по-своему. Сегодня покажу вам самых необычных мам в мире, ну и, конечно же, их уникальных малышей. Вот восемь самых необычных и уникальных мам в мире. 16 медсестер, которые одновременно забеременели Настоящий бэби-бум случился в одном из медицинских центров столицы штата Аризона в Фениксе. В больнице одновременно забеременели 16 медсестер. Роды у всех женщин должны пойти с октября этого года по январь следующего. Персонал больницы шутит, что забеременеть всем девушкам помогла вода, которую они пьют, на работе. Медсестры, в свою очередь, уверяют, что не сговаривались в своем решении стать мамами. Специально для беременных сотрудниц в меню больничной столовой добавили огурцы и маслины. Будущих мам также освободили от части обязанностей. Так они больше не работают с больными туберкулезом и не проводят химиотерапию. Это не первый случай за последнее время, когда в декрет уходит сразу несколько коллег. Так, в городе Портленд забеременели 9 медсестер, они тоже работали в родильном отделении. А в городе Годдард собираются стать мамами сразу 7 учительниц начальной школы. Алёна Терлецкая-Бэкер, мама четверняшек 7 лет назад в семье Терлецких-Бэкер родились четверняшки – разнояйцевые близнецы, не похожие друг на друга. Антон, Дима, Марта и Эмилия тогда стали героями СМИ. Тридцатинедельные младенцы весом чуть больше килограмма появились на свет в горбольнице номер один Новосибирска. Роды принимали два реаниматолога. Когда близнецам было два снего небольшим, в семье родился еще один мальчик. Сашу Алёна называют «подарком», от которого не отказываются. Сомнений по поводу рождения Саши, говорит, она не было и шутит про то, что это был 2014 год, так что ребенок олимпийский. На вопрос о том, как вообще живется с пятерыми детьми, родители только смеются, пожимают плечами и говорят, что привыкли. До недавнего времени у них была воскресная няня, которая оставалась со всеми детьми в выходной, и можно было, например, съездить одним в магазин. Сейчас справляются сами. Бабушка, улыбается Алёна, через пару часов устает. Но никто не в обиде, с детьми быть не в тягость, а вдвоем можно побыть, когда все уснут. Вечером мы ничего не делаем, просто садимся и отдыхаем в тишине, говорит Алёна. Но мы все-таки из разряда тех людей, которые, а поговорить и поговорим про работу и про все, что было интересного за день. Ада Китинг, 98 лет. Связь между матерью и ее ребенком никогда не исчезает, сколько бы лет им обоим не было. И история о Томе и Аде – наглядный тому пример. 98-летняя Ада Китинг нарочно переехала в дом престарелых, чтобы ухаживать за своим 80-летним сыном Томом. Том является старшим ребенком Ады, и его связь с матерью всегда была крепкой. До того, как уйти на пенсию, Том работал маляром и декоратором в местной организации Ливерпуля. А год назад, в 79-летнем возрасте, переехал в дом престарелых, так как ему нужна постоянная забота ввиду не очень стабильного состояния здоровья. Ада, несмотря на свой почтенный возраст, все еще вполне успешно обслуживает себя самостоятельно и в дополнительной помощи не нуждается. Однако весь этот год у нее болело сердце за своего сына. Так что Ада решила не мучить себя больше переживаниями и тоже переехала в тот же дом престарелых, чтобы Том был всегда под ее присмотром. Хотя остальные члены семьи регулярно приходят навестить Тома, он рад, что мама теперь рядом с ним. Тут все очень милые заботятся обо мне, но я все равно рад, что и мама теперь рядом. У нее получается заботиться так, как никто другой не умеет. Хотя иногда она мне говорит что-нибудь вроде «веди себя прилично». Олеся Волкова усыновила пятерых детей Олеся Волкова – мать-одиночка, она профессиональная приемная мама. У нее есть свой сын подросткового возраста, остальных детей Олеся усыновила. Нина и Тима – подростки, они считались трудновоспитуемыми, и из-за этого семьи отказывались от них. С Олесей же наоборот. У брата и сестры сложились доверительные дружеские отношения. Сибирячка долгое время была их куратором, пока дети жили в интернате. Даня, Рома и Паша – братья. Их родила подопечная Олеси, но из-за тяжелого эмоционального состояния не смогла справиться с воспитанием малышей. Поэтому Олеся оформила опекунство над братьями. «Я подала заявку на участие в проекте «Новая семья 2.0». Прошла тестирование, собеседование, другие процедуры, и подошла по всем параметрам. «Сейчас я участник проекта, а у меня есть обязанности. Я получаю рекомендации от психолога, которые я должна выполнять с детьми. Потом я формирую отчет о проделанной работе и отправляю обратно. За это я получаю премию», – говорит Олеся. «Я хотела стать приемной мамой всегда, а когда начала работать с детьми, желание еще больше укоренилось в голове. Правда, я планировала стать приемной мамой годам к 45-ти. У меня большое количество детей, и взяв одного, я могла бы обидеть другого, поэтому я хотела выпустить своих и взять ребенка из следующего поколения». Адриана Ильеску В 2015 году мир узнал, что 66-летняя Андриана Ильеску из Румынии родила первого и единственного ребенка – девочку. Назвала женщину дочку Элизой и попала как самая пожилая роженица в Книгу рекордов Гиннеса. Замужем Ильеску побыла один раз. Четыре года семейного счастья закончились быстро. Супруги развелись. Адриана решила больше не впускать в свою жизнь мужчин. По крайней мере, от брака она зареклась. А после голова ушла в работу преподавателем в университете Румынии. Потом на протяжении девяти лет Адриана проходила лечение от бесплодия и пыталась забеременеть, но безуспешно. Тогда женщина решилась на экстракорпоральное оплодотворение. На тот момент ей уже было 66 лет, и она отлично понимала, что очень рискует. Но больше всего Адриана наконец хотела узнать, что такое счастье материнства. Многие знакомые осудили решение женщины стать мамой. Другие вовсе отвернулись, считая ее поступок безнравственным. Сегодня в общественных местах, если не знают этой истории, принимают их за бабушку и внучку. И начинают интересоваться только если узнают, что Адриана – мама Элизы. Девочка ничем не отличается от сверстников. У нее есть подружки, она хорошо развивается, а мама старается ради нее. Они счастливы. Кристиана Астюрк А 23-летней Кристиане Астюрк уже написали во многих СМИ, в том числе зарубежных. Журналисты называют ее «матерью-миллионершей из Москвы» и «Россией-матушкой». Говорят, что в планах у молодой девушки родить целых 105 детей. Но пока до этой цели далеко. У Кристины и ее мужа только 11 детей. Этим и вызван интерес прессы к семье. Как рассказала Кристина, она всегда хотела иметь многодетную семью. Оказалось, муж Кристины тоже об этом мечтает. Сначала девушка хотела рожать сама, но по какой-то причине они с мужем приняли решение прибегнуть в помощи суррогатного материнства. Их детей вынашивали сразу несколько женщин. Кристина говорит, что когда-нибудь и сама обязательно родит. Но пока об этих планах придется забыть. Вот что сказала Кристина по этому поводу. «Сейчас, пока я занимаюсь малышами, боюсь оказаться в положении, ведь это будет ограничивать меня во многом. Малыши чуть подрастут, и тогда уже можно и с животиком ходить». Кристина говорит, что на самом деле они с Галипом не определились с точным количеством детей. Еще она рассказала о том, что у ее мужа есть дети от предыдущего брака. Сколько именно, не уточняет. Зато это удалось выяснить журналистам. По некоторым данным, у Галипа еще восемь детей. Триша Тейлор Несовершенный остеогонез С двух с половиной лет Триша передвигалась на инвалидном кресле. Ведь ее кости были настолько хрупкими, что их мог сломать простой кашель или чихание. Но девушка не сдавалась. Она не только выросла и выучилась, но и вышла замуж по любви за водителя грузовика Майкла. Молодожены стали мечтать о детях, но врачи предупреждали, что вынашивание может быть для Триши слишком опасным. Триша, рост которой составляет всего 86 см, врачей не слушала. Она перенесла два тяжелых выкидыша, прежде чем забеременела сыном Мейвеном, которого смогла доносить до 32 недель. В процессе родов у Триши было сломано 150 костей. Мальчик родился с помощью кесарево сечения 4 года назад и несовершенный остеогонез не унаследовал. Родить малыша Трише позволило лечение, которое она начала в 12 лет. В течение 5 лет каждые 3 месяца она лежала в больнице, принимая укрепляющий кости препарат. С 17 лет Триша делает самостоятельно множество вещей. Обслуживает себя в ванной, уборной, сама управляет электрической коляской. Девушка окончила колледж и получила специальность социальный работник. Сейчас она занимается информированием других о своей болезни. Она многое может делать сама, но с ребенком, который уже в 2 года перерос маму, одна управляться не может. Кортни и Эрик Уолдропы Кортни и Эрик Уолдропы из США представить себе не могли, что станут родителями девятерых детей. У них уже было трое сыновей – пятилетние близнецы и их старший восьмилетний брат. Супруги захотели родить еще одного ребенка, и вот что из этого вышло. После многократных выкидышей Кортни прошло медицинское лечение. Но когда врачи сказали, что у женщины в животе бьется целых шесть сердец, она очень испугалась. «Мне было очень страшно, я думала, как я смогу выносить и родить шестерых детей, чтобы все мы остались живы», рассказала журналистом женщина. Врачи предложили искусственно снизить количество плодов, чтобы увеличить риск рождения здоровых малышей. Однако супруги решили положиться на волю Бога. На сроки 25 недель Кортни положили в больницу, чтобы под наблюдением врачей довести беременность до 30 недель. Это понижало риск осложнений и повышало шанс родить здоровых детей. УЗИ показывало, что малыши развиваются абсолютно нормально. Когда срок беременности был 30 недель, у Кортни с помощью кесарево сечения за 4 минуты родились 3 мальчика и 3 девочки. Они закричали сразу после рождения, и врачи сказали, что жизни малышей ничего не угрожает. Мама и шестерняшки находились в клинике и восстанавливались после родов, а затем их отпустили домой, где малышей уже ждали счастливые родственники и отец. Друзья, ни для кого не секрет, что Ютуб отменил монетизацию. И сейчас нам требуется ваша помощь. Буквально 50 или 100 рублей в месяц будет достаточно, чтобы наша команда продолжала работать для вас, выпуская интересный контент. Номер карты будет в описании. Огромное спасибо вам от всей нашей команды. Пока, на этом все. Желаю вам тоже очень много детей и еще будьте здоровы. Пока-пока.